здравствуйте друзья начало мая мы делаем мешки с компостом вот старые два мешка высота у них 50 сантиметров длина 75 и ширина 70 эти мешки без дна куда приходят червяки снизу из-под земли и перерабатывают компост вот делаем новый мешок я поставила здесь новый мешок похожие размеры беру прутья четыре таких прута вбиваю в землю надевая мешок и в этом мешке старый компост вот на этом месте был компост вот они так входят через но вернее дна там и нет через низ мешка и весь компост перерабатывают вот в этот мешок мы закинули старый компост сейчас грядки сняли все сорняки можно все остатки био из кухни сюда бросать и сверху присыпем глиной у нас на участке глина очень твердо а взяли мы ее потому что копали сейчас яму под пион вот клумба которую надо немножечко переделать здесь сидела только пять маленьких велеников здесь очень очень твердая глина в прошлом году я расширила клумбу и вот он пион вот так он выглядит на сегодняшний день а вот здесь мы выкопали яму вот смотрите какая здесь глина вот нижний слой он уже рыжий и твердый этой глиной засыпем компост а в компост в этом году посажу или огурцы или цукини я думаю что цукини ну вот в мешок добавили эту глину которая на стачке была мешок уже почти полный когда будем сажать сюда кабачки цукини то досыпем еще из компоста землю верхний слой лунки обычно делаю и потом надо только поливать растения а когда поливаете то червяки охотно приходят сюда и перерабатывают компост вот вся система потом под конец лета осенью у вас уже перепревший классный компост новая красивая земля я показывала у нас на участке сплошная глина а в этом месте были три мешка компоста в прошлом году вот мы их убрали здесь сейчас сделаю новый мешок мешок освободился сейчас мы сделаем новый компост здесь уже собрала все сорняки и приступаем к работе вот муж чем занимается берет отвертку и выкапывает одуванчики они у нас и так растут хорошо а вот эти одуванчики в компосте вот как обычно 4 палки один мешок без дна а вот наш новый компост в мешке заложен пару дней назад вот муж сейчас говорил вручную одуванчики любит такое занятие ничего не поделаешь а вот моя тачка с глиной сейчас эту глину туда и закинем еще в другие компосты сверху прижму компосты глиной сейчас вам покажу вот у нас два компоста в прошлом году они осенью были заложены они конечно не перепрели сверху с правой стороны в компосте уже присыпан он старым компостом а вот здесь вот добавляли еще какие-то мусор сюда пришел вот сюда глину тоже закинем сверху чтобы был красивый верхний слой посадим сюда кабачки и цукини и осенью будет прекрасная земля ну вот присыпана глиной и здесь присыпана глиной в этом мешке с компостом в прошлом году вырос топинамбур видимо попал сюда и здесь джунгли были двухметровые смотрите ирина что еще выросло у меня в компосте я так понимаю это чистец покажу вам мой эксперимент в этом мешке с компостом я посадила закопала в него два таких горшка с куркумой это листья с куркумы а вот куркума высыпала из горшка на землю куркума не выдерживает зимних температур вот ее корешки вот как красиво наросла корешочки красивые не знаю будет она еще расти в этом году или нет давайте продолжим эксперимент вот сколько ее здесь наросло ой вот внутри какая а запах какой здесь стоит ой красивый корешок по моему она совсем и не замерзла вся правда о компосте копнула здесь а здесь муравейник он тащит личинку извините муравьи у меня есть такая штука надо немного ей посыпать извините муравьишки как-то так и подождать дня два вот показываю компост в котором были муравьи неделю назад сегодня 14 мая муравьев не видно вот как всегда через решетку просею компост эту хорошую землю сделаю из нее бумки для кабачков ну вот какая мягкая здесь земля получается не сравнить с садовой глиной вот он просеянный компост прошлогодний а вот остатки ведре я их кину в новый компост ну вот ниже в компосте такие палки если бросаете конечно они за полгода за год не переплевают смотрите что нашла корень был выброшен и внизу в темноте как растение растет здесь у меня два мешка посажу в шахматном порядке палочки воткнуты вот так посажу цукини в шахматном порядке тогда не будут друг другу мешать вернее не сильно будут мешать вот здесь тоже посажу таким способом только землю примяла эти палочки вот так я продавила землю сейчас весь компост полью чтоб червяки уже знали что здесь классно с правой стороны семена желтой цукини два из них поклюнулись а вот два еще дают росточки внизу вот я взяла такую бутылку на полтора литра отрезал от нее донышко вот таким ножиком и пойдем посадим цукини в мешке с компостом под бутылки сегодня 14 мая почти 10 утра на улице 15 половиной градусов вот вытащила цукини из ватки сейчас я посадим вот такой палочкой сделала дырку небольшое углубление вот воткнул его в землю и полила вот второе семечко эту шапку и сейчас корешки какие красивые пустил вот семечко вы шапочку снимаете и листики уже могут развиваться вот сидят около палочек один так а другой немного лицом салат ничего он поднимется ну вот беру бутылку немного выше можете палочки брать чтобы из горлышка выходила тогда ветер не сдует ничего попробуем вот так заглянем вот вам тепличка берем вторую бутылку без крышки и хорошо устанавливаем и заглянем вон там товарищ сидит потом время от времени просто вот так вокруг поливаю пока они не подрастут и это все огородный сезон цукини начался желаю всем прекрасных и вкусных урожаев вот когда такие палки в компосте смотрите какой муравейник между палками какие огромные личинки все я больше такой и палки не буду класть компост их невероятно много этих муравьев вот пока они бутылки я мог не сдаваться да сегодня ветер конечно конкретно через недельку проверить